Ты большой молодец, что досмотрел уже до четвёртой серии нашего видеомейкерского сериала. И, пожалуй, у тебя должен был появиться вопрос, а как вообще всё, что мы вам показываем, выглядит изнутри? Только сегодня и только сейчас мы приоткроем завесу секретов монтажной кухни и познакомим тебя с закулисьем проекта. Смотри, серия должна получиться длинной, поэтому сходи и поставь себе чаёк. Вот... Что это, я должен был реально говорить, что ли? Вот так выглядит весь проект предыдущей серии. Тут есть и звук, вот эта дорожка, и разные видео, и соединённые с After Effects проекты, в основном там для анимации. Лично мне очень нравится, как это выглядит. Но ваше первое свидание будет выглядеть немного по-другому. Вот так. Да, при виде этого экрана запал монтировать шедевр и может приугаснуть. Не скрою, у меня он долго вызывал лёгкую панику. Но тебе я могу помочь. Для начала нужно создать проект. Желательно под каждый проект иметь отдельную папку. Тут мы пишем название проекта. Очень удобно писать дату и конкретное имя, чтобы потом долго не искать тот самый Untitled из всех Untitled 1, 2, 3, 3, 4, которые ты насоздавал. А, кстати, первое и самое главное, чему я когда-либо могу вас научить, это не устанавливать премьер ни на каком языке, кроме английского. Потому что в будущем при поиске нужных инструментов вы будете сталкиваться с кучей проблем. Плюс обучающих материалов на английском больше в разы. Это не обсуждается. Точка. Как только премьер впустил вас в свою обитель, вы столкнетесь с настройками вашего проекта. Это настройки разрешения вашего проекта, FPS и прочего. Не волнуйтесь, там много шаблонов, которые помогут вам определиться. Наш совет — это классика. 1920 на 1080, 25 кадров в секунду и прогрессив. Имейте в виду, что настройки проекта можно изменить в любую секунду, даже после того, как вы все смонтируете. Но есть риск получить вот это. И теперь добро пожаловать. Обычно премьер будет выглядеть вот так. Но в теории он может выглядеть вот так. И вот так. И даже вот так. И даже вот так. А все потому, что интерфейс можно полностью настроить под себя. Для этого существует кнопочка вот тут. Нажав на нее, вы можете выбрать, какие окна нужны именно вам. И потаскав их по экрану, можно сделать свое рабочее место удобным для себя. В последних версиях премьера есть возможность использовать предустановленные рабочие пространства. Или создать свое. А если что-то пошло не так, настройки всегда можно сбросить. Вот так выглядит рабочая область у меня. Ничего лишнего. Слева файлы, из которых я буду монтировать. Внизу место, где я буду монтировать. Справа вверху буду смотреть, что получается. А слева сверху, с чем имею дело, и настройки. Смотри. Слева импорт файлов. Твой проект. Вообще, есть несколько вариантов, чтобы закинуть файлы в проект. Можно два раза клацнуть сюда и добавить из папки. Можно через файл импорт. Ну и самый простой вариант. Драг-н-дроп. Вот так. Драг-н-дроп. Изи. Можешь еще раз попробовать. Изи. В принципе, это все, что нужно от этого окна. Ну, тут еще можно сортировку сделать, чтобы чуть проще было ориентироваться. Длинное окно внизу. Таймлайн. Это вообще самое главное в монтаже. Потому что он показывает тебе, как будет выглядеть твой финальный ролик. Это как разделочная доска на кухне. Ты режешь ингредиенты и раскладываешь их по местам. Вот этот ползунок тоже твой лучший друг. Он как игла граммофона. Монитор показывает то место, где этот ползунок находится. Плюс именно этот ползунок помогает резать видео и двигать. Таймлайн состоит из двух типов дорожек. Видео, а не сверху, и аудио, а не снизу. Для обычного новостного сюжета хватает и двух полос того и другого. А для художественного монтажа можно хоть 10 полос добавить. Кстати, это делается вот так. Клад сюда, туда, add track и опкату. На таймлайне есть куча кнопок. Это блокирует изменения на дорожке. Это выключает видимость дорожки. Пропало, появилось, пропало, появилось. Самая классная кнопка, это магнитик вот тут. Она делает так, что когда ты подводишь одно видео к другому, они становятся встык, без черного экрана между ними. Кстати, чтобы убрать дырку между частями видео, нужно нажать на этот промежуток и нажать кнопку delete. Ну или правой кнопкой мыши и выбрать ripple delete. И вуаля, ни единого разрыва. НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА! По умолчанию в файле звук и видео соединены вместе. Но иногда нужно работать отдельно с видео, а отдельно с аудио. Что тогда делать? Нажать вот эту кнопку. Или можно кликнуть правой кнопкой и нажать unlink. И все, таскаю ее туда-сюда. Штуки, с которыми вы будете работать постоянно, находятся у нас вот тут слева. Вот эта панель с инструментами. Они в принципе все важны, но я тебе расскажу про парочку. Во-первых, это курсор. Курсор это самый имбовый инструмент. Лад, я не знаю, что такое имбовый. Зачем ты это написал тут? Да все, окей, оставляй, нормально. Им можно выделять, двигать и вообще показывать программе, что и с чем ты хочешь сделать. Для этого есть горячая клавиша V. А я знаю, почему V, она как на стрелку похожа. Понял, да? Класс. Следующий важный инструмент – лезвие. Лезвие позволяет нам нарезать наше видео, как капусту, на кучу мелких кусочков. Почему лезвие, спросишь ты? А потому что раньше, когда монтировали на станках с пленкой, ее разрезали именно лезвиями для бритвенного станка, как у моего деда. Горячая кнопка лезвия рядом – это C. От слова cut. Остальное узнаешь по мере роста своего монтажного скилла. Ну или просто загуглишь, в конце концов, не все же вам разжевывать-то. Окей, быстро, вот эта штука справа показывает громкость. По какой-то причине громкость меряют ниже нуля. Because of reasons, я не знаю, просто смирись и смотри, чтобы оно было где-то в районе минус 3, минус 6 дБ. Кстати, масштаб таймлайна можно увеличивать и уменьшать. Всего-то нужно тыцнуть плюсик или минус. Или зажать и крутить колесико. Это работает и с размером дорожки, и с размером файлов. Итак, теперь еще одна важная вещь. Как же начать работать с файлами на таймлайне? Да вот, просто перетащить. И уже здесь можешь начинать кромсать и перетаскивать. Либо же можно нажать дважды на файл, и мы увидим его в окне Source Monitor. Это альтернатива нарезанию на таймлайне. Как бы предпросмотр, выбор удачных кусков, их вырезание и перенос. Вот этими кнопками мы выделяем начальную и конечную границу файла. То же самое можно сделать с помощью кнопок I и O. А чтобы отправить отрезок на таймлайн, нужно перетащить его или нажать на эту кнопку. А вот это сделать то же самое, но со сдвигом всех остальных файлов. А еще можно отдельно перетягивать звук или видео. А если нужных кнопок не видно, нужно нажать сюда и активировать. Пришло время нажать на клип левой кнопкой мыши. Когда клип активен, то есть светится вот так вот, то в окне Effect Controls мы видим его параметры. По умолчанию в этом окне для каждого куска видео существуют параметры позиции, размера, поворота, а также отдельно есть настройка громкости. А если нажать на этот же кусок правой кнопкой, то мы увидим совсем другие настройки. Их много, с каждой нужно разбираться отдельно, но некоторые мы сейчас быстренько рассмотрим. Speed, Duration. Ускорение или замедление ролика. Все понятно и просто, но не стоит увлекаться этим инструментом. Scale и Set to Frame Size позволяет быстро подогнать размеры видео до размера композиции. Если видео и последовательность имеют разные соотношения сторон, то могут появиться черные полосы по краям видео. Разница между Scale и Set в том, что Scale изменяет размер файла без изменения значения Scale в Effect Controls, а Set изменяет. Мы уже вспоминали про Link Unlink. Эта функция помогает отделять звук от видео и изменять вне зависимости друг от друга. Наконец, очень полезная функция — Nest. Она позволяет вам как бы упаковать несколько файлов такую себе под композицию. Это как пакет с пакетами у вас на кухне или в коридоре. Это позволяет экономить дорожки, позволяет чуть упростить структуру проекта. Но самое главное — очень часто, когда что-то не работает, то это можно исправить с помощью Nest. Например, нельзя накладывать эффект Warp Stabilizer на видео, если изменена скорость этого видео. А с Nest можно. Вы спросите, а что же такое Warp Stabilizer? Отличный вопрос. Расскажу вам об этом в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok